Это плата, которую спаял Чип и Дип. А это ДСП-шка, что стоит на плате, которую спаял Чип и Дип. А это генератор сброса, что пинает ДСП-шку, что стоит на плате, которую спаял Чип и Дип. А это Е-промка с прошивкой, что загружает в себя ДСП-шка, получивший пинок от генератора сброса, что стоит на плате, которую спаял Чип и Дип. Вот это, это и вот это напаял я В комплекте этого не было Об этом чуть позже Помните видео про джиттер? Вот эта ДСП-шка может решить проблему плохого клока источника Ведь в ней, в отличие от АДАУ-1701, есть АСРЦ И не один, а аж 8 АСРЦ это сгусток магического дымка, превращаясь в цифровой аудиосигнал одной частоты сэмплов в любую другую частоту В том числе в такую же Он нам позволит использовать свой стабильный клок для ДСП и ЦАПов Давайте сделаем для начала на ней простенький проектик Выведем синус на колонку Для этого сначала для ДСП надо организовать клок Кварц нам ЧПДип в комплекте не дает, поэтому нам нужно припаять свой Вот, я порылся у себя в запасах И нашел на какой-то плате модема кварц на 24576 Из такой частоты легко получается частота сэмплов 48 кГц Как раз на 48 кГц мы и будем настраивать ДСП К тому же, чтобы кварц был подключен к ДСП, нужно вот здесь перемычку запаять А еще нам ну просто необходим ЦАП Сейчас у меня что-то под рукой нет ЦАПа, поэтому я просто сделал прошивку для DAO 1701, которая превращает его в E2S ЦАП обыкновенный Он подключен к порту 0 и 2S выход S-Data подключена к S-Data Backlock подключен к Backlock'у LR-Clock подключен к LR-Clock'у Я их подключил на всякий случай через резисторы Резисторы рекомендую ставить, потому что без них могут всякие странные эффекты происходить Особенно с длинными проводами И вдобавок, когда эти резисторы есть, меньше шансы, что что-нибудь сгорит, если одна из плат запитана, а другая нет А вот M-Clock я взял не вот с этого пина, который есть на этом разъеме А вот отсюда Вот здесь есть специальный пин M-Clock Out Дело в том, что этот M-Clock соединен с пином кварца И когда у нас стоит кварцевый резонатор, то сигнал на нем, во-первых, похож больше на синус, чем на прямом угольник, что не очень здорово А во-вторых, его лучше не таскать налево и направо, потому что он чувствительен к помехам Поэтому я подключил к специализированному пину Вот здесь у меня проволочка, тоже через резистор По проволочке пошел в ЦАП Ну и последний момент, я соединил ресет С ресетом ЦАПа Иногда ЦАП сам не стартует, это помогает Но это не обязательно Теперь подключим программатор Это программатор тоже опенсорсный, от Чип и Дипа Копия Программатора от Analog Devices Подключаем пины Ground, SDA и SCL Это шина И2С Здесь и здесь Понижающего преобразователя, позволяющего запитать эту плату от 5 Вольт здесь нет Поэтому мне пришлось пристроить свой Для прошивки мы используем программу Sigma Studio, которая доступна с сайта Analog Devices Создаем новый проект Находим здесь Addao 1467 USB-I И соединяем их И вот откроется первая засада Он по умолчанию Ставит SPI А мы подключили по И2С И все бы ничего Но еще гадость в том, что если оставить SPI и не заметить То он будет делать вид, что программа успешно записана А DSP реагировать на это никак не будет Я довольно долго бился первый раз, прежде чем нашел эту фигню Ставим здесь И2С Вот так Теперь идем сюда И здесь мы видим настройки нашей микросхемы Очень много вкладок Ой, как много вкладок И причем на некоторых из этих вкладок еще дополнительные вкладки внутри есть Очень богатые настройки Первым делом нам нужно настроить System Clock Подробности об этом читайте в Даташите Но для нашего резонатора на 24 и что-то там мегагерц нам нужно вот это поменять на Divide by 8. Теперь мы сразу же нажимаем кнопку загрузить. Здесь появилась надпись Downloaded. Все успешно. Теперь идем на вкладку Schematic. И добавляем сюда. Сначала мы добавим сюда генератор синуса. Где он тут, осиллятор? Генератор синуса. Включаем его. И выход. Выход. Выходов здесь дохранище. Хотя портов всего 4. Ну там еще SPDIF есть, так что больше 4. Но принцип тут такой. По 16 каналов на один порт. Потому что один порт может выдавать 16 каналов в TDA. Но мы будем использовать только стерео. То есть 0 и 1 это выходной порт номер 0. Каналы лево-право. Выбираем 0. Левый канал. Подключаем. Загружаем. И если все загрузилось нормально, то из ЦАПа должен идти синус. Идет. Очень громко. Замечательно. Однако, если мы теперь... Сейчас я подключу обратно колонку. Если мы теперь отключим и включим питание, то программа пропадет. Все. Нет программы. Чтобы она не пропадала, нужно прошить ее в EEPROM. Сейчас покажу, как это делается. Итак, мы снова здесь. Сначала мы ее... Link Compile Download. И теперь... Идем... Hardware Configuration. Config. Правой кнопочкой по ADAU 1467. Причем по... Нам вылезла такая штука. И нам нужно ввести здесь количество бит в нашей EEPROM. А сколько там у нас бит? 25AA1024. Это EEPROM SPI на 1 Мбит. Пишем сюда. 1 миллион... 048... 576. Хрен запомнишь. Не работает. А, это он только притворяется, что не работает. На самом-то деле работает. Кажется, записалось. Давайте проверим. Так. Сейчас синус льется. Отключили. Включаем. Работает! Давайте теперь сделаем чуть-чуть посложнее проект. Соберем приемник из по дифа. Нам нужно собрать такую вот схему. RCA разъем. Конденсатор, который убирает постоянную составляющую. Два резистора. По 150 Ом каждый. Здесь подключаем резистор 100 Ом. И в микросхему. Эти резисторы задают постоянную составляющую, равную порогу срабатывания компаратора на входе. А этот резистор защищает микросхему от всяких неприятных переходных процессов при подключении провода. И вот здесь эта схема у меня и собрана. Вот конденсатор. Вот этот защитный резистор. А резисторы, которые предотвращают отражение волны и подтягивают постоянную составляющую, расположены тут. Пайка на этом закончена. Теперь переходим к программе. Итак, мы опять в Figma студии. Идем сюда. И находим здесь Routing Matrix. Тыкаем в ASRC нулевой. И настраиваем его. Исходником у нас будет SPDIF. И конвертируем мы его в частоту DSP. Теперь идем на вкладку SPDIF. И тут нам нужно ткнуть вот эту вот кнопочку. Иначе SPDIF будет запускаться только первый раз, а потом больше не будет запускаться. Идем обратно на схематику. Убираем наш генератор синуса. Ищем. Вот ASRC из ASRC ASRC Input. Мы подключили ASRC нулевой. У него два канала всего. Вот эти два наших канала. Ну, сделаем уж стерео правой кнопочкой. Grow. Output 1. И этот. А, не то. Подключаем второй канал. Все готово. Загружаем. Ну и сразу же прошьем E-Promo. Давайте проверять. Подключаем сигнал. Работает! Замечательно работает. Работает. Спасибо еще раз Ивану за то, что заставляет меня этим заниматься. Удачных вам самоделок и бредовых идей побольше. Спасибо. До свидания.